Приехали в компанию iGTEC. Мария, день добрый. Выглядите шикарно на самом деле. Мария, что вы для нас сегодня приготовили для наших зрителей? У нас сегодня будет вот майнер М31С на 70 ТРХ. М31С в стоке. Кулер на выдох 14 см, кулер на вдух 14 см. Вот такой вот блок питания. Говорят, что он может держать якобы до 4,5. Как производитель заявляет, где-то 3200-3500, правильно я говорю? Майнер 2 минуты. 7 ТРХ в моменте. Каждая плата 23 с копейками в моменте. Потребление 3-4 киловатта по прошивке, а фактически 3-6 киловатта. У нас был режим нормал. ТРХ потребление розетка рубль. Розетка рубль это Иркутск, Братск и вот все, ты понял, что рядышком. При таком раскладе у нас 5-35 грязными, 4-12 чистыми. Либо 123 доллара чистыми по итогу месяца, когда эти ребята заплатят за электричество. Дальше то же самое, розетка 3 рубля. Розетка 3 рубля это у нас земли сельхоз назначения, но там от 2 до 3, понимаешь мысль, да? По России. Здесь столько же грязными чистыми доллар семис. Доллар семис, либо в месяц 51 доллар 13 центов. Понимаешь, купить Асик за не ебать сколько денег, ну вот по-другому не назвать, да? И чтобы тебе оставалось 51 доллар, наверное, не лучшее решение, может быть, что-то другое подыскать, альтернативное. Ну и те, как я живу, то есть Москва, Питер, да, ты понял мысль. Розетка 5 рублей, майним в минус те же самые 5-35, но расход за электричество по итогу дня 6-20. Или минус 25 долларов по итогу месяца. То есть нам категорически нельзя покупать, кроме случая, где мы майним биток на перспективу и ждем его по 30-40 тысяч когда-нибудь. Ну, может, тогда лучше купить битка? Понимаешь мысль? Асик майнит 5 минут, 74,4 практически тарахеша в режиме разгона. Потребление по прошивке 3,6, фактически 3,7. Каждая плата практически 25 тарахеша. На рублевой розетке тарахеш потребление в день тебе останется 4 доллара 43 центы или в месяц практически 133 доллара. На трехрублевой у тебя останется доллар 93 или 58 долларов по итогу месяца. На пятирублевой розетке ты майнишь минус, но правда чуть меньше в минус, минус 21 доллар по итогу месяца. Теперь предлагаю разобраться, сколько это чудо будет стоить нам техники на момент записи этого ролика. Так, смотри, я открыл М31С на Авито. В принципе, тут асики есть, но знаешь в чем? Нету такой модели, вот именно 70 тарахеш, как в обзоре. Я нашел на 68 тарахеш в районе 120 тысяч рублей. 78 тарахеш, 118, я не знаю, может, бушная, потому что такой цены не может быть по идее. Ну вот, сам посмотри, получается, что оптимальный вариант я нашел на Авито. Если я вбил М31С, это 120 тысяч рублей. То есть они есть по наличию, торгуются. Дальше, по ShopGarant. Чтобы в ShopGarant попасть, сейчас у нас там небольшие проблемы. Ты знаешь, какие нам создали, да? Вот здесь с alen.com наши чаты, контакты и чаты, да? И здесь жмешь. Соответственно, в ShopGarant, я тоже здесь погуглил разные объявления, тоже не нашел представленной версии, нашел на 68 тарахеш, продавец продает за 82 тысячи рублей. В принципе, за 82 тысячи рублей это нормально. Ну, как бы, предел. Почему? Объясню, смотри. Вот получается у нас стоимость асика, если перемножить, в долларах 971 доллар. Вот. 971 доллар, если разделить на профит грязными, то получается окупаемость 181 в день. Окупаемость в полгода у асика, это хорошо. Да, есть там варианты более выгоднее, но в принципе это хорошо. Но, зависит от того, почему у тебя розетка. Если у тебя розетка бесплатная, условно, там блатная, да? Проще говоря, это вообще охуительно. Если у тебя розетка там 40-7 из копеек, как в Абхазии, это классно. Если у тебя, как в Иркутске, там условно 7 из копеек, рубль 10, это тоже шикарно. Если как бы 3 рубля ты уже видел, да, почему, то надо подумать, а надо ли, да? Ну, еще можно на перспективу. А если у тебя 5 рублей, то даже думать не стоит, никаких перспектив не будет, ты попадешь в 100%. Но, в принципе, здесь окупаемость полгода. Если асик грязный от 6 до 7 месяцев окупается, это замечательно. Но важно понимать, почем розетка. И какие еще есть расходы, имеется в виду, 100 там, да, там персонал или что-то еще, понимаешь, мысль. Так, теперь я хотел еще, знаешь, что с тобой посчитать, пока не забыл. Я хотел с тобой посчитать, не то нажал, извини. Сколько будет стоить самому привезти, интересно же? Мне тоже интересно. Смотри, зашел на вотсмайнер сайт. Единственное, что здесь нет такой модели, ни 68, ни 70 тарахеш у них по наличию на сайте, к сожалению. Но есть 72 тарахеша. Но это по мощей на 4 тарахеш, понимаешь, мысль, чем мы с тобой смотрели на 2 и чем вот то, что мы считали на 4. Соответственно, получается вот такая математика. Так, смотри, я рассчитал два варианта. То есть один вариант, где мы везем в честную, другой вариант, где ты везешь в серую. Если ты, соответственно, везешь его в честную, то у тебя получается стоимость Асика 1271 доллар, правильно? И вот мы с тобой 1271 доллар умножаем на 70, это 89 тысяч рублей. Сюда прибавляем 15% в пошлину на ВОЗ, это получается 102 300. И 2500 примерно, плюс-минус 500 рублей, это транспортировочные расходы. Получается 104, ну, практически 105 тысяч рублей его забрать в Москве. Ну, или туда, куда, соответственно, закажешь. А если в серую везти, то мы с тобой не учитываем ВОЗ 15%. У нас с тобой получается сумасика 89 тысяч плюс 2% страховка карга. Правильно я почувствовал 2%? Да, 2% 1800 рублей. И 2500, это стоимость веса. Здесь мы не посчитали обрешетку, ты понял. То есть, палеты, это все отдельные расходы. Так что, вот как-то так получается. Поэтому мне, в принципе, с одной стороны, непонятно, как вот этот человек продает за 82, если его стоит будет дороже привезти. С другой стороны, он продает на 68 трехэш. В то же время, я говорю, что я этого продавца не знаю. Это просто наш шоп-гарантий, понимаешь мысль. Поэтому, если не дай бог, решишь купить или дай бог, решишь купить, ты обязательно при встрече это делай как-то или через гарантов, я не знаю, смотри сам уже. Я тут загуглил шоп-гарант по Т17, по 43 тысячи продают, по 45. То есть, получается в среднем 2 асика купить в районе 90 тысяч рублей. Гонятся они, соответственно, ты видел прекрасный ролик у нас есть на канале, по 52,5 с потреблением где-то от 2 500, приблизительно, в зависимости от того, какой режим. Получается 2 асика, примерно 5 киловатт, с тарахэшем где-то 105 тарахэш. 105 тарахэш за 5 киловатт. Как бы, понимаешь, в данном случае может быть имеет смысл действительно, ну почем розетка, да, естественно, взять лучше М31С новый. Ну, я не уверен в том, что говорю, поэтому я прошу тебя тоже, потому что люди смотрят, читают, да, всю эту информацию, скажи, пожалуйста, свое мнение с учетом своего опыта, с учетом своей розетки, что ты думаешь по данному вопросу именно насчет М31С. А у меня на сегодня все. Подписывайся обязательно в Инстаграм, Телеграм, на Ютуб, в Твиттер. Я всегда везде рад тебя видеть. Всего доброго. Пока-пока тебе. Ролик смонтировал и вернулся к тебе. Понял, что я забыл у тебя попросить лайков. Штук 500-600 подкинь по-братски, ты же не жадный. Чтобы у меня там еще один лежит асик тоже смонтировал, ты понял мысль. Давай, бай-бай-бай.